Справедливый вопрос, как бы, справедливый вопрос. По идее, он должен быть в сентябре, наверное, нужно было его повторить. Давайте быстренько пройдем, как бы, пора уже делать первый, да? Ну, вот вопрос анонима, на мой взгляд, зря анонима, как бы, надо было бы назваться, ничего такого страшного нет. Ну, и сразу же ответ, давайте, сразу же ответ. Соответственно, есть стандартная, давно написанная, вот, WV4, то есть, некие стандартные виды помощи. Соответственно, вещи, на которые хотелось бы проакцентировать, каждый раз думая, что новый учебный год будет лучше, соответственно, главное, ну, что ли, такие новые помощи, которых нет в этой странице, это, конечно, проведение серии, называйте, как угодно, пучка новых конференций, которые сделаны чистыми руками, делают нормальные ссылки, есть нормальные выводы, нормальные доклады. Они, может быть, не гениальны, но они должны быть профессионально крепкие. Соответственно, надеюсь, что мы можем делать это с помощью наших опытных докладчиков. Соответственно, так получилось лучше всего с Татьяной Викториной Каркаловой, она сейчас подумывает на своей конференции, вот, после 10 докладов, после, она сделала 10 докладов и так далее. Мой совет – сюда не влезать, если у вас нету несколько, хотя бы, опыт нескольких докладов у нас. Ну, не начинайте это делать, это будет смешно, вы просто не представляете себе количество подводных камней, которые есть даже на онлайн-конференции, маленькой. Второе – это выпуск некоторых хороших продуктов, которые просто-напросто убивают рынок, просто убивают рынок. Ну, секрет этого продукта очень прост, там должны быть решения, ну, желательно сотнями, желательно сотнями, но больше ста, по крайней мере, какие-то задачи, какие-то задачи по вашей избранной теме. Я готов помогать, но, соответственно, пишите-то вы, пишите-то вы, я могу дать общий замысел, помочь, сделать акценты, ходы подсказать. Ну, делайте-то и вы. Соответственно, вещь, которая у нас фактически не развивается, я могу объяснить, почему. То есть, соответственно, когда я открыл портал, в частности в Фейсбуке, получилось, что больше в Фейсбуке, чем в ВКонтакте, то есть там начинается в какой-то группе обсуждения. А что такое интуиция? И Игорь Леонардович Викентьев, приучив себя сдуру быть честным в России, пишет комментарий, что вот, как бы, вот, пожалуйста, посмотрите. 120 материалов от античности до 2012 года по интуиции. Это основные авторы. Соответственно, модераторы приходят в ярость и меня банят. Соответственно, как бы, в голове у модератора ему очень важно вот его сообщество, даже если там несут глупости. Большинство модераторов важнее, я повторяю, как бы, вот, сообщество, эмоции, глупые комментарии, чем некоторые отборные материалы, которые развивают людей. Если вот это самое, как бы, в числе людей, сейчас находящихся в чате, либо просто зрителей, потому что это видео будет раскручиваться, появится умный модератор, соответственно, прошу написать мне письмо Игорь Леонардович. Я умный модератор, я понимаю, что вы делаете, ну, хотя бы примерно, как бы, поэтому вот мое сообщество, мы обсуждаем такие вопросы, соответственно, ваши комментарии там с гиперссылками на видео, на портал, я готов там, значит, как бы, пропускать. Ну, соответственно, мы будем уже искать варианты сотрудничать с умными модераторами. Поскольку умных модераторов вообще штучное количество в стране, я надеюсь до сентября получить от таких модераторов два письма. Ну, посмотрим, какой я прогнозист. Вообще я неплохой прогнозист, как бы, да. Ну, идемте дальше. Соответственно, мы никак не монетизируем наше видео, потому что для этого нужно вставлять чужую рекламу. Но приношу извинения, хотя, конечно, это нелепо. Недавно YouTube сам, то есть это не наша воля, стал вставлять какую-то рекламу в наши видео. Иногда вставляет, иногда не вставляет. Поэтому, как бы, ну, извините, да. Соответственно, у кого есть возможность и понимание важности того, что делается на курсе, пожалуйста, вы можете софинансировать. Там два счета. Тот счет, который Яндекс.Маня или Юмани, как он называется, он напрямую идет на видео, как бы, да, там, сто процентов, как бы, да, там, сто процентов, как бы, и так далее. Ну, идемте дальше. Соответственно, у нас получается так, что наша родина русскоязычная, она не любит ни мужчин, ни женщин. И, по-моему, учитывая, что я сейчас, как бы, работаю с очередным клиентом в Госдуму, по-моему, сама себя не любит. Соответственно, у нас небольшое место, созданное мною и моими коллегами, которым каждый раз большое спасибо, где очень спокойно, уважительно, комфортно мы обсуждаем сложные проблемы. Периодически появляется какая-то особь с непонятным количеством конечностей, как правило, мужского пола, человека, который заходит на наиболее интеллектуальный русскоязычный канал и что-то орёт, вопит. Ну, соответственно, такая личность всегда имеет дело со мной, и результат всегда один и тот же. Бан навсегда. Поэтому ещё и ещё раз. На этом канале создана уникальная атмосфера, которой нет, как бы, на сайтах различных НИИ, Академии наук, которой нету на сайтах МГРУ, которого нет на сайте СПБГУ. У нас на сайте эта атмосфера, уважительное отношение, если не любовь, то уважительное отношение, безопасное отношение, внимание к вашим вопросам создано. Поэтому, соответственно, ещё и ещё раз, прежде чем писать, пожалуйста, изучите наши правила и максимально уважительное отношение. Если вам не повезло с воспитанием, вам не повезло с родителями, бывает. Ну, соответственно, учитесь лучшему, это развивает.